Так, привет, друзья! Сегодня поговорим с вами о деньгах и о их свойствах. Заметил такое, что когда слушаешь интервью каких-то влиятельных, богатых людей, узнаешь одну интересную истину. Они не ждали денег, и на них эти деньги свалились. И когда эти деньги свалились на таких вот наших богатых людей, они начинают там хвостик расправлять, ну уже начинают голос даже менять, да, у них голос такой уверенный становится и такой убедительный. Вот, и вот этот вот голос, если слушать, ну можно подумать, что в целом все очень легко. Конечно, чаще всего бизнесмены рассказывают, как они трудились, как они поняли, что тут деньги зарыты. Но на самом деле, если вы прислушаетесь, в основном они говорят о том, что 10 лет ничего не делал, ну как бы делал, но ничего не получалось, и потом ба-бах, и бабло пошло. А в целом я, конечно, верю им, потому что через терпение и труд как раз происходит приход больших денег, ну или вообще денег. А когда нам говорят, что просто сиюминутно можно быстренько заработать, ну это неправда. Ну я думаю, что деньги, особенно большие, они идут с большой ответственностью. И не зря бизнесмены говорят, оговариваются так, говорят, мы страхуемся, мы подстрахуемся, мы, ну как бы, главное нам не потерять бизнес. Ну такая как бы мысль сквозит, но если ты как бы очень умный, да, и там смог заработать большие деньги, почему ты переживаешь за сохранение капитала? Ну я все-таки складняюсь к идее, что большие деньги, ну успешный бизнес, хорошая сплоченная бригада, это все-таки не свойство самого человека, который там своими мозгами додумался, как создавать системы. Потому что, ну, в опыте вообще людей интересная такая тенденция проходит, и не зря у нас даже есть такая поговорка, что сапожник ходит без сапог. Потому как, вот интересное такое, ну как бы, наблюдение, я расспрашивал у людей, особенно у медиков, мне было интересно понять. Вот, допустим, человек кардиолог, да, и обычно у него самого, ну как бы, болезнь сердца, да. Если там, например, онколог, ну, обычно онкологи как бы, ну, заболевают. То есть, в целом, от чего лечит, чем и болеют. Таких примеров вы, наверное, миллион знаете, да, когда строитель, допустим, там, всем делает дома, а себе не может построить дом. Ну, либо денег не хватает, либо времени. Это вот как раз, ну, такое лекарство, да, для, ну, отсутствия, ну, как бы, для отсутствия тщеславия. Вот тоже такая мысль, ну, там, наблюдая за, ну, как бы, богатым человеком, вы, наверное, поймете, кто он, да, какой зовут. Вот смысл в следующем, что он, ну, жил-жил, потом на него начали сваливаться деньги. Он начал проповедовать идею, что нужно увеличивать расходы. Когда у него не было этих денег, да, больших, он не увеличил расходы, а начал их увеличивать в момент, когда к нему привалило. И, ну, я делаю вывод, ну, во-первых, что не увеличение расходов сделали ему капитал, а то, что он рассказывает, он, ну, как культивирует идею, ну, как бы, блага для себя. Да, то есть, ну, там, развратить свое тело, там, жрать, что хочешь, да, там, отдыхать. Ну, то есть, полностью расслабить себя, и потом в момент, когда падают доходы, такой человек ломается. Ну, то есть, учит тому, что сломает просто другого человека, ну, сам не понимая, как он достиг того, что к нему пришло. А ему пришло просто, как мы уже обсудили, просто, ну, случайно, да, как бы, с небес пришло. Да, так сказать, с неба упало, во. И любой бизнес большой, он выстраивается в хаосе. То есть, не зря говорят, что бизнес растет, когда много хаоса. А когда нет хаоса, оно, в принципе, чахнет. Вот, когда выстроена вся структура бизнеса, то есть, в целом, это уже приводит к распаду. Ну, если мы там берем историю, да, все большие империи, они сначала росли, 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 а потом фига и изнутри разваливались. Ну, мысль моя-то в следующем, что не нужно кичиться, во-первых, своими расходами-доходами. Во-вторых, все настолько, настолько не гарантировано, что, ну, в любую секунду любой может все потерять. Поэтому, поэтому так. Иногда, конечно, бывают уникумы, вот, но они, к сожалению, не рождаются или рождаются очень редко. Вот, что, что я хотел вам сказать сегодня. Вот, спасибо. Идея в следующем, что деньги большие, они приходят в хаосе и не зависят от того, кто их получил. Вот, и также уходят быстро в хаосе. Тоже непонятно почему. Сколько ты бы их не тормозил, они уйдут. Обязательно.